В эфире «Панорама Севера» в студии Елены Гончарова. Здравствуйте! Сегодня в столице Поморья был освящен главный купол строящегося Михаила Архангельского кафедрального собора. Возглавил чин освящений митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Молитву под небесами услышала и наша съемочная группа. Вот такой он, Архангельск, если смотреть на него с отметки в 64,5 метра. Именно на этой высоте сегодня звучала молитва. Митрополит Даниил освящал главный купол строящегося кафедрального собора. И даже сильнейший северный ветер, кажется, утих на время обряда под небесами. Купол как символ устремления от земного к небесному. Центральная глава, она заметно возвышается над остальными, символизирует Христа как главу церкви. Чтобы это знамение крестное, как мы читали в молитве, всегда помогало нам, нам нужно чаще обращаться к этому знамени своим сердцем, своим сознанием и еще своей жизнью показывать, что мы люди русские, православные. Традиция украшать купола церквей золотом пришла на Русь из Византии. Теперь же литейщики покрывают их нитридом титана. Он в точности имитирует цвет золота. На облицовку этой главы богатыря ушло около трех тонн материала. Конструкция главного купола, она включает в себя большую массивную систему каркаса высотой около 17 метров. Понимаете, что вес, в общем, до самого каркаса уже достаточно большой. Поэтому общий вес конструкции центрального купола, значит, он около 8 тонн. Значит, только каркас. Уже после чина освещения губернатор Архангельской области Игорь Орлов заметил, все вместе мы восстанавливаем историческую справедливость. Храм – это, с одной стороны, величие нашей страны, а с другой стороны, это то, что мы называем духовными скрепами. То, что сказал президент. Мы сегодня, по сути дела, участвуем в восстановлении одной из таких скреп. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Панорама Севера. В этом году на организацию летней оздоровительной кампании из муниципального и областного бюджетов выделено 73,5 миллиона рублей. Это на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Об этом шел разговор на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в мэрии Архангельска. Средства пойдут на оплату продуктов детского питания, единовременную компенсацию стоимости билетов родителям и на оплату путевок в загородные стационарные детские лагеря. Правила оплаты путевок остаются прежними. Прием документов также осуществляется по месту нахождения общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок. Независимо от того, где он прописан, мы принимаем документы в том округе, где находится школа. Если ребенок посещает школу, которая расположена за пределами города, то родители должны подать документы в отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства по месту жительства. Сделать это можно до 30 июня. Более 4 тысяч ребят смогут укрепить свое здоровье в летних лагерях с дневным пребыванием. В этом году таких лагерей на территории общеобразовательных учреждений Архангельска планируется открыть более 50. 35-я школа будет открывать лагерь. Сейчас они тоже набирают заявки. В прошлом году у них была численность детей, охват, это 100 человек. В этом году они тоже где-то в этих пределах собираются работать. 75, я думаю, они охватят точно. 82-я школа, Сокогорский округ. Там действительно происходит увеличение численности детей. Подана заявка, ходатайство написано, на 15 человек идет увеличение. Открываются лагеря в Соломбальском доме детского творчества, в 51-й школе и в 49-й школе. Вся необходимая информация по летнему отдыху детей размещена на сайте мэрии Архангельска. Мария Воробьева, Сергей Минин, Панорама Севера. Численность грызунов в городе превышает приемлемые показатели. В Поморской столице разработана программа по гератизации. Сплошные санитарные обработки уже проведены в Маймаксанском, Северном, Соломбальском и Цегламинском округах. В центр дезинфекции ежедневно поступают сотни жалоб на нашествие грызунов. Крысы появляются в тех домах, в которых раньше их никогда не видели. Постоянно гуляем с ребенком, видим, что в этой помойке очень много крыс ползает. Причин нашествия грызунов на столицу Поморья несколько. Одна из них – пресловутый человеческий фактор. Город превратился в огромную кормовую базу для вредителей из-за доступности пищевых отходов. Кроме того, нет единого подхода к борьбе с мышами и крысами. Чтобы остановить нашествие грызунов, с 1 апреля мэрии города принят решение о проведении сплошной дезинфекции. На сегодняшний день проведены мероприятия в Мэмэксанском, Северном и Цегламенских округах. С 7 апреля ведутся работы в Соломбальском округе. Также работа проводится в центральных округах. Главный специалист Центра дезинфекции Борис Кинах всегда сам выезжает на места и следит за ходом выполнения работ. Сегодня таким объектом стал детский сад номер 180 на улице Гайдара, 45. На первом этапе работники Центра разбрасывают отраву в специальных мешочках, а на втором… Мы будем фиксировать количество павших грызунов, которые будут собраны на объектах. Ну и также Центром генопедемиологии будет проводиться метод объективной оценки. Итоги дезинфекции подведут в начале мая, но уже сейчас специалисты убеждены, ощутимые результаты будут видны лишь тогда, когда подобные мероприятия будут проводиться регулярно и единовременно во всех районах города. Сегодня отмечается 145-летие со дня рождения изобретателя телевидения российского ученого-физика Бориса Львовича Розинга. С течением обстоятельств он закончил свою жизнь в Архангельске. С конца 60-х годов, когда архангельские связисты разыскали могилу Розинга, традиционно в этот день на могиле основоположника телевидения проходит митинг памяти. Борис Львович Розинг – российский физик, ученый, педагог, автор первых опытов по телевидению. Родился в Санкт-Петербурге. Розинг впервые сформулировал и запатентовал основной принцип устройства и работы современного телевидения. Я хочу напомнить, что его изобретение было продемонстрировано в своей первой передаче информации без проводов и именно изображения. Это было 9 мая 1911 года. И этот день называют началом эры телевидения. В Архангельске Розинг был в политической ссылке. Оказалась она недолго, всего два года, до момента смерти. Далее десятилетия полного забвения и только на стыке 60-х и 70-х годов архангельскими связистами была найдена могила Бориса Розинга. В 2000-х его перезахоронили на Вологодском кладбище, где ежегодно проводится День памяти родоначальника телевидения. Это хороший повод собраться нам здесь, вспомнить об основателях нашей телевизионной техники, изобретателей ее. Понятное дело, что за это время, прошло уже с момента изобретения больше 100 лет, техника шагнула далеко. Электронные трубки, передающие и приемные, основа изобретения Розинга ушли в прошлое. Но принцип работы телевидения и великое изобретение русского ученого навсегда останется в истории. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Панарма Севера. 21 апреля в России прошел досрочный единый госэкзамен по русскому языку. Этот способ обязательного тестирования в нашей стране введен с 2008 года. У ЕГЭ есть сторонники и противники. А какой способ оценки знаний выпускников школ архангелогородцы считают самым оптимальным? Об этом в сегодняшнем опросе Инги Швецовой. Я думаю, что стоит менять систему каждый год. То есть школьники подстраиваются, да, как где можно списать, как что можно сделать. Но каждый год, я думаю, что нужно структуру менять и думать об этом. Я так думаю, вот старая была система, когда сдавали экзамены в наше время. Самая оптимальная. И, по крайней мере, учились и готовились ко всем предметам. Я считаю, что нужно обязательно ввести литературу дополнительно, потому что школьники сейчас в основном сидят у компьютеров и, мне кажется, очень мало читают книг. Во-первых, экзамен должен быть в любом случае. Помимо билетов должно быть обязательно свободное какое-то общение с учителем, с учеником, чтобы он мог понять по разговору, по беседе, и является ли уровень знаний такой, как требуется. Я сдавала единый государственный экзамен в 2012 году. Я считаю, что это эффективный способ проверки знаний. В продолжении актуальной для выпускников темы сдачи ЕГЭ мы побеседуем с нашим сегодняшним экспертом, начальником отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Архангельской области Еленой Молчановой. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Уже состоялся первый досрочный ЕГЭ по русскому языку. Скажите, сколько человек, сколько школьников приняли участие в этом экзамене, как прошел экзамен и когда будут известны результаты? Был открыт один пункт проведения экзамена для учеников города Архангельска. Четыре человека сдавали русский язык и результаты русского языка ориентировочно будут готовы 30 апреля. А скажите, ЕГЭ 2014 вообще подготовил какие-то сюрпризы для выпускников? В целом экзамен этого года по своей процедуре не отличается от экзамена предыдущих лет. Все, что касается учеников, осталось так, как это было ранее. Не изменились контрольно-измерительные материалы, не изменились подходы к оцениванию. Все проходит в стабильном штатном режиме. Единственное нововведение связано с соблюдением мер безопасности экзамена. Это организация видеонаблюдения, чтобы не было нарушителей. И в то же время полиция будет охранять пункты проведения экзамена, чтобы не нарушить порядок. Ирина Владимировна, а что бы Вы посоветовали нашим выпускникам? А как лучше подготовиться к ЕГЭ? Может, существует какой-то специальный сайт? Да, существует портал единого государственного экзамена. Это самый надежный источник, где можно познакомиться как со всеми документами по единому государственному экзамену, так и с методическими материалами в плане подготовки. Ну и в том числе все ссылки, которые на этом портале размещены. Елена Владимировна, спасибо за Ваши комментарии. Желаем выпускникам успешной сдачи экзаменов. А я напомню, у нас в студии была начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Архангельской области Елена Молчанова. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. Правительство региона утвердило региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области. В программу, рассчитанную на 30 лет, вошли 12 тысяч многоквартирных домов Архангельской области. При этом четко расписаны параметры ремонтов. Основные виды работ, которые могут быть произведены за деньги собственников и сроки их проведения. Квитанции на оплату, строки капитальный ремонт дома жители области начнут получать не раньше ноября 2014 года. В Архангельске получать муниципальную услугу стало еще проще. По распоряжению мэра Виктора Павленко в рамках реализации указов президента России в столице Поморья открыто единое окно муниципальных услуг. Прием ведут 4 специалиста. За сроками исполнения следит специальная программа. Каждая заявка обрабатывается на компьютере и отправляется в электронном виде к специалистам мэрии. Единое окно будет постепенно расширять спектр оказываемых услуг. Так, с 1 июня здесь планируется запись маленьких архангелогородцев в детские сады. Национальный парк «Русская Арктика» подвел итоги конкурса поздравительных открыток среди учащихся школ региона с 20-летием заказника «Земля Франца Иосифа». Поступило более 170 работ со всей области от Пинниги до Котласа. Школьники первых восьмых классов прислали поздравительные открытки, созданные в различных техниках. Победители и призеры получат дипломы и ценные подарки. Все участники конкурса получат благодарственные письма, а их работы будут представлены на выставке в визит в центре парка «Русская Арктика». Управление Минюста России, Пархангельской области и Нинецкого автономного округа приглашает ветеранов Великой Отечественной войны, членов их семей и пенсионеров на бесплатную юридическую консультацию. Вас ждут 29 апреля в Архангельском городском культурном центре по адресу «Приорова-2» с 14 до 17 часов. Вход свободный. Специалисты проведут консультации на различные темы – вопросы ЖКХ, льготы, пенсионное право и многие другие. А теперь к обзору свежего выпуска газеты «Правда Севера». Сегодня он появился в продаже и вот о чем рассказывает. В выпуске от 23 апреля «Правда Севера» рассказывает о епархиальном церковном суде, чем отличается суд Архангельской и Холмогорской епархии от Мирского, для чего был создан, какие виды наказания предусматривает и кого судит. Об этом рассказал секретарь епархиального суда отец Владимир Смирнов. В Архангельской области проходит ежегодная кампания по декларированию доходов, но все ли должны отчитаться о них? Что вообще считается доходом? На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела налогообложения имущества и доходов в физических лиц Уфэна с России по Архангельской области Сергей Михалев. Все та же Наденька, бывший зоотехник Веркальского совхоза Быстровский, Надежда Абрамова, стала героиней северного классика Федора Абрамова. Именно она бежит по утоптанной, хорошо нагретой обочине песчаной улицы в его траве-мураве. Журналисту «Правды Север» Надежда Григорьевна рассказала о писательском восхищении, былой удойно-урожайной славе и будущем Веркалы. В Новодвинске прошел второй турнир по плаванию среди детей дошкольного и школьного возраста. Всем участникам вручили медали и дипломы. Для многих юных пловцов это первые серьезные победы. По сравнению с прошлым годом количество спортсменов выросло. В турнире принимает участие 230 человек. А это значит, интерес к этому виду спорта растет. В бассейне водолеев день соревнований не протолкнуться. Много не только участников, но и зрителей. К тому же в первый день турнира выступают самые маленькие пловцы от 4 лет. Тренировки проходят еженедельно. А участие в подобных соревнованиях – это прекрасная возможность показать свои результаты, завоевать медали и порадовать себя и своих болельщиков. Соревнования очень удачные, очень массовые, очень хорошие, очень зрелищные. Родители, бабушки, дедушки – все переживают, все очень классно. Дети получают массу эмоций, любят спорт, любят заниматься плаванием. У нас бывает иногда дорожки полностью заполнены, просто некуда яблоко упасть. То есть, если бы была возможность, да, еще какой-то комплекс, чтобы был, это было бы лучше. Кому-то дистанция давалась с трудом, кто-то преодолевал ее легко. Без сомнения, каждый юный спортсмен, который занимается плаванием, уделяет много времени подготовке, чтобы улучшить свой результат. Я сегодня занимаю первое место. Ты рад? Да. Меня тренирует Владимир Федорович. Я учу на тренировках два раза в неделю. Хотя у нас принимают участие уже второй раз, первый раз она осенью заняла третье место, вот сейчас мы выиграли кубок. Ни один из участников турнира не остался без внимания. Все были награждены медалями и дипломами, ну а победители получили долгожданные кубки. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 24 апреля доллар США 35 рублей 66 копеек, евро 49 рублей 28 копеек. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире смотрите программу в Центре Внимания. На ваши вопросы ответит начальник управления по торговле и услугам населению мэрии Архангельска Ирина Любова. Тема очередного актуального разговора – проблемы торговли в областном центре. Торговля алкоголем и ликвидация ларьков. Все волнующие вас вопросы вы можете задать по телефону 639 717. Смотрите интерактивную программу в Центре Внимания на телеканале ПС и в интернете на сайте правдосевера.ру. Это была информационная программа «Панорама Севера». Далее прогноз погоды, с которым нас познакомит Юнис Альшаруба. А я, Елена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Новодвинская теплица Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд – австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона труд Новодвинск, магазин «Меркурий». С 24 по 30 апреля все для дома и красоты в одном месте. Универсальная выставка российских товаров. Посуда высокого качества, постельное белье из 100% хлопка, натуральная косметика. Улица Космонавтов, 178. Всем привет! Это прогноз погоды на телеканале ПС. Ветер и снег, и солнце почти не видать. Нету весны настроения. Наша задача – его и поднять. Не знаю, как вы, а от меня будет песня. И о погоде в Архангельской области на 24 апреля, четверг. В Котласе пасмурно, дождь, ветер сильный и плюс 3 на термометре. Кстати, вечером возможен снег. В городе Плесецке сегодня также вечером снег, днем дождь, пасмурно и температура воздуха плюс 3. В Вельске снега нет, но дождливо и ветрено. Днем воздух прогреется до плюс 5. И о погоде в Архангельске. Напоминаю, что сегодня 24 число, четверг. Ну что ж, утром в нашем северном городе все логично. Где север, там и снег. На небе пасмурно, сильный ветер и температура воздуха плюс 2. Днем дождь, ведь как-никак весна, ветер умеренный, плюс 3 на термометрах. Вечером продолжит идти дождь, ветер также умеренный, а вот температура опустится на 1 градус. В итоге температура вечером плюс 1. Ну и что ж, песня. Пью за здравие Мэри, милой Мэри моей. Тихо запер я двери и один без гостей. Пью за здравие Мэри. Ну что ж, до встречи на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин